Весна в наших краях Весна в наших краях Весна в наших краях Так вы знаете, какие силы стояли за тем, кто создал СССР? Как будто бы история неизвестна, как будто бы есть какие-то там скрытые от нас, вообще неизвестные нам телодвижения неизвестных лиц. И такое впечатление действительно, что что-то происходит с интеллектом. Но это уже давно известно, что карманьонцы имели более объемный мозг, чем современный человек. Видимо, деградация действительно продолжается. Особенно интенсивно она пошла в 20 веке, когда не надо проявлять чудеса изощренного мышления, чтобы выжить. Хотя вроде бы схема-то выживание простая. Иногда нам кажется, что разумное поведение есть даже у механизма с очень простым алгоритмом. Например, интересно наблюдать за пылесосом-роботом, который ходит там и своими метелочками что-то подлетает. У него есть определитель дистанции, он не падает, он не упирается, он отступает, разворачивается и так далее. Простой алгоритм и такое впечатление, что какие-то элементы сознания уже есть. В общем-то кажется, что зачем человеку такой могучий интеллект? Особенно сейчас, когда действительно робототехника начинает занимать все большее пространство. Хотя человек с лопатой как-то никуда не уходит или там с метлой, он все равно остается. И недаром нам буквально требования предъявляют к нам с вами, к обществу, что мы должны согласиться с тем, что еще 2 миллиона гастарбайтеров надо привезти сюда. Тут осели порядка 12 миллионов, так еще болтаются туда-сюда непонятно сколько. И еще надо 2 миллиона, вот прям требуют в строительстве, нужно 2 миллиона человек, которые будут работать лопатой, мастерком. И зарплата у них будет больше, чем у среднего гражданина, которого, конечно, на стройку не возьмут, потому что он же не может ничего. За 30 лет, за 20, скажем так, путинских лет действительно выдавили коренное население из строительных профессий. И теперь, когда человек приходит на стройку, ему говорят, что ты умеешь. А он ничего не умеет. На стройке он не умеет ничего. Он в других местах умеет. Потому что на стройке ему не доводилось работать. И теперь, ну что ж, тогда уж нам проще. Потому что подешевле будут жить в бытовке. Будут там подыхать, а все равно будут работать за какие-нибудь 15 тысяч, а расписываться за 90. Вот такая ситуация. Ну, я все-таки про искривление интеллекта, которое происходит так стремительно, что даже кажется, что это какой-то необратимый процесс. И в интернете все время сталкиваешься с какими-то вот торглодитами. Действительно, людьми с настолько узким мышлением. Ну, вот этот вот пухлый человек, который рассказывает про вооруженных обезьян, которые там не пускают людей. Вот прямо вот не пускают. И если там кто-то чего-то расскажет, то буквально там фотографию сделают, расстреляют на месте. Бред сивой кобылы, конечно, для психов. Ну, психов довольно достаточно для того, чтобы аудитория была. Но еще больше психов в аудитории у Геннадия Зюганова, который прямо сказал, что в космос мы шагнули с 1917 года с выстрела Авроры. Мы прямо вот полетели в космос. То есть залили страну кровью, поубивали лучших людей страны, выворотили, все разрушили. И это был старт, оказывается, в космос. И у нас Королев в тюрьме не сидел, и там не избивали его. И лучших изобретателей не уничтожали, и они не бежали за рубеж. И американские инженеры здесь не работали, чтобы заводы построить. И все закрома Родины, можно сказать, ушли на то, чтобы провести индустриализацию с кровью. Вообще чудовищно слышать такое ощущение, что человек совершенно сошел с ума, когда через 30 лет после краха их режима, крах, который они организовали сами, оставили в арьергарде Зюганова, который должен обязательно объяснить, что на самом деле это не они, это вот какие-то злобные силы, вооруженные обезьяны какие-то, разрушили Советский Союз, а не КПСС, не те, кто руководили тогда страной. Нет, именно они это все и сделали. И Ельцин, и Горбачев, и Зюганов к этому был причастен, несомненно был причастен. Вот и многие-многие другие. И Путин оттуда же, и с этой же когорты вышел, из когорты разрушителей. Режим-то не жалко было, а они же вместе с режимом страну разрушили, чего никто не просил. Просили только вы уберите партию, вот все, шестую статью уберите, где партия определялась как руководящая, направляющая, организатор всех сторон нашей жизни. Уберите из Конституции. Убрали дальше, уберите вообще партию. Эта партия не нужна. Другие-то, в общем, тоже не нужны, но так готовы были поиграться. А они разрушили страну. Сказали, да вы же сами так хотели, вы же сами проголосовали. Почему мы не голосовали? Это вы разрушили, вы лично Зюганов, вы лично Путин участвовали, все вы помазаны этим. А мы, обычные граждане, мы не требовали разрушения страны, и не хотели этого, и голосовали против. Так что же это за люди, которые нам начинают рассказывать, что выстрел Авроры, это как раз был пролог космической эпохи. Она вовсе не из-за того началась, что Советский Союз организовался, а из-за того, что наступил научно-технический прогресс, возможности такие возникли, не вы бы так другие, и другие полетели. Ну, какая разница, да, приоритет там был у Советского Союза, но потом-то все сдохло, и какие сейчас приоритеты, чего вы удержали? Чего вы удержали, какие приоритеты вы удержали? Никакие, никакие. Вот Литавры, поздравления со всех концов мира, кого поздравляют и с чем поздравляют? А, что 60 лет назад первый человек оказался в космосе, и это оказался советский человек. Вообще-то русский человек. Но всех хочется окрестить советскими, вот они и крестят. В сети попадаются такие вот наследники Зюганова. Мне тут попался один человек, вот, молодой человек, который мне задал сначала вопрос, я подумал, ну, наверное, совсем уже там кривой, с кривыми мозгами. Он мне написал вопрос, кого монархия? Кого монархия? Кого монархия? Такой вот, вот это вот вооруженная обезьяна выползла из пещеры и спросила на ломаном языке Кого монархия? Ну, я его попросил сформулировать вопрос. Ну, и он мне как-то потом, как-то вот, видимо, напрягся, там где-то часть мозга все-таки работает, и сформулировал вопрос, какие основания для того, чтобы занимать престол у династии Романовых. Ну, я ему объяснил, как династия Романовых, что есть соборная клятва, вот пришли Романовы, они были уничтожены, свергнуты, ничуть не провинившись перед страной, и кто пришел им на смену, вот, ну, как бы так, все аккуратненько. Так, ну, как я объяснил, что это в ближайшие ветвь Рюриковичей отмерла, вот, в ближайшие родственники Рюриковичей, новая династия, и это не были выборы, это было призвание. Там, теоретически, конечно, могло быть, что и другая какая-то династия, но эти были ближайшие природные государи. Вот, а тогда вопрос о Рюриковиче, вот, они, как бы, вот, какие у них основания? Ну, у них основания их тоже призвали, там, разнородные племена, сказали, наряду здесь нет, порядка здесь нет, вот они, Рюрикович, пришли, стали править, ну, несколько другая правовая ситуация, а сейчас, вот, есть закон о престоле наследия, есть вот наследник, так-то определяется, то есть, ну, как бы, как взрослым человеком побеседовал, ну, там в одном месте гадость сказала, этот, видимо, юноша, обдумывающий житье, ну, он сказал, что, вот, значит, Романовых все рассматривали, как узурпаторов, и так далее, я сказал, ну, ты наелся на какой-то помойке, парень, вот, ты сначала извинись, потом будем продолжать, ну, он так, вроде по-взрослому извинился, видимо, все силы у него на этом и кончились, он выслушал, то есть, прочитал то, что я ему написал, обматерил меня и сказал, я за рабочих и крестьян, все понятно, то есть, наследник пана Зюзи, вот такие наследники у нас появляются, ну, это действительно пещерные какие-то люди, причем, пещерные, как бы, новопещерные, из новых пещер, это не карманьонцы, которые умнее нас были, а вот, ну, действительно, наследие вот этого коммунистического прогресса, полного исчезновения совести, чести, достоинства, понимания, знания, непонятно вообще, для чего все это нужно, то есть, зачем все эти века страданий и побед наших предков, огромная империя построена на основах справедливости, в самом деле, это не, это вам не коммунистическое, вот это безобразие, то есть, самое несправедливое общество, которое было в нашей истории, это советское, теперь вот сейчас, мы придумали еще хуже, вот давайте еще, а еще глубже зарыться, можем там дно пробить, можем, можем, вот туда, туда нас опять, это коммунистические наследники нас туда тянут, да, вот они это все организовали, у них не было никакого перехода, это у нас были какие-то фантазии о демократической революции, это они нам такую иллюзию создали, вот, чтобы мы думали, что какой-то перелом, там, 30 лет назад был, вот, как раз в этом году 30-летие, да не было никакого перелома, для них ничего не было, они просто присвоили то, чем распоряжались, теперь это за ними закреплено, как их частная собственность, личная собственность, я бы сказал, потому что частная собственность, она должна прирастать, она в производстве, а эти просто ее пользуют, вот и все, там ничего не прирастает, там только расходуется, другая форма трогландитов, вот эти безмозглые, которые отбрасывают всю тысячелетнюю историю Руси, есть такие, значит, неоправославные, написала мне тут какая-то очередная манежа, оказывается, они уже и в православие пришли, они начинают нас учить православию, и говорят, у вас страница такая, вся замешана на ненависти, вы никак не можете понять, что в каждом народе есть хорошие, есть плохие люди, я вообще не знаю, о чем она писала, я пролистал мою страницу, вообще никаких посланий ненависти не было, ни к кому, вот, но ей где-то вступило, может быть, где-то там, я как контактное лицо был указан, ну и вот она меня начинает учить православию, тетка, которая совершенно ничего не понимает, то есть вообще ничего не понимает, ни в православии, ни в проблемах народонаселения, ни в проблемах русского народа, она проповедь начинает мне читать, ну, конечно, она была в вежливой, но в решительной форме, удалена из круга моего общения, как тут же появилась другая, другая, вроде как кровей-то славянских, но и бред же сивой кобылы, она увидела, что у меня вышла очередная книжка, на этот раз я не свое, а переиздал книжку конца 19 века, последней четверти 19 века, книжка Кирасевского, критический анализ Талмуда, вот, ну, я там большое предисловие написал, немало сил вложил, чтобы привести к современной лексике, к современной грамматике, довольно тяжелое занятие, вот, и эта тетка, совершенно свихнувшаяся, она, значит, заподозрила меня в том, что я как-то тихо там проповедую иудаизм, типа того, что, ну, ведь православному человеку надо читать Библию, надо читать Новый Завет, и не надо читать им, не надо читать Талмуд, я и не читал Талмуд, вообще-то до меня уже прочли, и действительно, есть фундаментальные исследования на этот счет, А что вы вообще учебник по физике зачем читали? Надо было сразу Библию читать, и вообще больше ничего, кроме Библии, зачем заниматься там проблемой индуизма или там верованиями ацтеков, зачем? Зачем нам понимать, что такое католицизм, зачем нам понимать, что такое протестантские секты, зачем? Зачем понимать, что такое шаманизм, вообще, что такое религия? Ни к чему, бери Библию и читай, дурак! Ну, вот, примерно такое послание. А вы тут нам проповедуете. Я тут, оказывается, проповедую Талмуд. Никто из иудеев, из православов, никто не предлагает никому читать Талмуд. Уже прочли. Уже прочли достаточно глубоко. Надо только то, что уже достигнуло, те научные достижения, которые есть, снова вернуть в научный оборот. Ну, что я и делаю. И у меня некоторая серия такая по юдайке есть. Вот такая планировалась серия «Тень беса». Три книжки вышли. Последняя самая была объемная и самая серьезная. Потом такой перерывчик. Еще две книги я хотел выпустить. Но у меня пошел перерывчик. Вот у меня пошло «Болото XX века», «Ритуальные убийства». И вот последняя книжка, которую сейчас я распространяю. Она довольно быстро расходится. «Ритуальные убийства» у меня есть. Еще штук пять экземпляров. Но кто не успел, тот опоздал. Вот такая серия. А зачем вообще этим заниматься? Слушайте, читайте Библию. Читайте Библию. А вы вообще понимаете, что вы там читаете в Библии? Чтобы понимать Библию, надо понимать много чего еще. Много чего еще. И мы не замыкаемся только на догмате. Вот. Вот эта книжка последняя, которую я предлагаю. Ну и попутно. Зачем заниматься древней историей? Вот я и занимаюсь. Вот у меня такая серия вышла в прошлом году. Я сосредоточился, закончил эту серию. Вот. Сейчас у меня осталось, ну, наверное, полных комплектов штук, наверное, 10-12. Вот. Ну и не полных комплектов. Вот только с первыми книжками. Первые три книжки. Еще, наверное, еще штук 15 комплектов. Вот. Зачем этим заниматься? Ну, хотим быть троглодитами, хотим быть тупицами. Вот. Ну, то есть я занимаюсь какой-то интеллектуальной деятельностью. Пытаюсь с людьми общаться на языке интеллектуалов. Ко мне приходят такие вот существа. Я бы сказал, они похожи на людей. То есть они обладают членораздельной речью. Они могут что-то написать. Они, напрягшись, могут даже какой-то более-менее культурный текст из двух предложений написать. Но, по сути дела-то, они принадлежат действительно какому-то другому антропологическому типу. Тот, который вообще не способен к вмещению в мозги длинных текстов. То есть им прочитать целую книгу невозможно. Они не способны на это. Но как раз вот это длинное мышление, то есть такие длинные связки, причинно-следственные, логические, это и есть основа современной цивилизации. Эта основа происходит из предшествующих веков, когда ученость была особо уважаема, когда оказалось, что в конце 19-го, начале 20-го века наука потому и подтолкнула цивилизацию, что статус ученого был очень высок, статус инженера был очень высок, статус учителя был очень высок. И была определенная иерархия. То есть было понятно, вот я там землю пашу, так уж, может, я по своему потенциалу интеллектуальному лучше, чем кто-то там другой, кто профессорскую кафедру занимает. Но я знаю, я на земле, а там есть по ступенькам, вот есть люди, которые имеют образование. Коммунисты убили среднее образование, то есть превратили его во всеобщее и ничье. И те, кто реально мог освоить курс средней школы, и те, кто не мог, на одном и том же уровне находились. Хотя первые, может быть, поступали в институты, другие нет, но вот эта иерархия все-таки как-то там прослеживалась, она была, что вот есть такая цепочка ступенек, и все труднее на следующую подниматься. И вот те, кто на верхних ступеньках, это как раз те, кто поддерживает цивилизацию, знания истории или философии. Это тоже часть науки, часть картины мира. Мне довелось позаниматься как физикой, так и политическими науками. Философии, истории, слава богу, не жалуюсь на судьбу, но жалуюсь на то, что читателя-то практически нет. Читатель закончился, то есть книжка тиражом 100-200 экземпляров расходится полгода, год. И все это делается за свой счет, и таких издательств нет, которые могли бы эти книжки издавать. Ну, там есть цензура, понятно, но я вижу, что люди, которые способны читать толстые книжки, и понимают в этом толк, и понимают, зачем это надо, в ничтожном меньшинстве. И вот это как бы складывается один антропологический тип, завязка следующей уже цивилизации. А другой антропологический тип, там, 90% или 99%, я точно не знаю, но он заведомо численно преобладает, другой антропологический тип, он, конечно, вымирает вместе с цивилизацией, государством, культурой и наукой тоже. То есть то, что сохранит вот эта ничтожная часть иного антропологического типа, рассеянного пока среди вымирающей натуры, вот то и будет достоянием стартовой площадки следующей цивилизации. А эта цивилизация, в том числе и русская цивилизация, к сожалению, я прихожу к такому выводу, и русская цивилизация тоже, она уже погибла, то есть идет доживание, как вот Византия там доживала два последних века, так и мы. Даже 20 век нам кажется, что какой-то всплеск науки, культуры, образования и так далее. А реально это уже за холмом, то есть это уже спуск. Это уже спуск. А сейчас этот спуск уже превращается в такое стремительное скольжение в пропасть. И осталось этой цивилизации недолго. И европейской тоже. Ну, век, может быть, это так очень оптимистичное предположение. И что делать в этой ситуации? В этой ситуации надо вот сохранять, как такой ковчег, где все достояние цивилизации надо как-то собирать. Некому, некому. Я даже не знаю, куда обратиться. Была у меня надежда, что президентами Академии наук захотят меня выслушать. Нет, они отправили там. А вы вот в профильный институт туда, вон. Даже не знаю, пойду я туда, стоит ли туда ходить. Все же превратилось в такие предприятия, которые создают прибыль. И они уважаемы. Понятно, у людей есть статус и зарплата. У меня ни зарплаты, ни статуса. То есть мой статус доктора наук, он не котируется и ничего не стоит. То есть я за этот статус не получил за всю жизнь ни копейки, ни должности, ничего. Поэтому есть там вот эта номенклатурная наука, которая мертва тоже, там ничего не будет. И есть отдельные энтузиасты, которые как-то должны сбиться в стаю. Не знаю, кто их соберет. У меня сил нет, я пытаюсь как-то сохранить интерес к научному знанию. Но напарываюсь вот на этих троглодитов, которых все больше и больше, больше и больше. Потом есть такая серая зона, как бы ни два, ни полтора. Они вроде ни за и ни против. Их тоже очень много. И совсем ничтожная часть тех, кто со мной пытается синхронно мыслить. И читает, разумеется, не только мои книги, но хотя бы некоторые мои книги готов прочесть. Вот такие печальные выводы. Ну, погода прекрасная. Мир Божий прекрасен. Человеческий мир, вот он действительно идет к упадку, но весна неизбежна, лето неизбежна, как, впрочем, и зима с осенью. И будем жить, конечно. Будем жить, только готовиться нам надо не к спасению этой цивилизации, цивилизации всей мерзости, которые проявились в 20 веке, о какой-то другой цивилизации, ну, скажем так, цивилизации 22 века. Какой она будет, мы толком не знаем, но мы точно можем сказать, что эта цивилизация не жизнеспособна. Российская Федерация – это не Россия. И если Россия когда-нибудь возродится, это будут другие люди, другой антропологический тип, в котором никакой советчины, никакой либеральщины, никакого вот этого платоядного бюрократизма, конечно, не будет. Потому что все это просто не жизнеспособно. Будет что-то другое. Вот к этому другому нам и надо готовиться. Слава Руси! Господи спаси! Субтитры создавал DimaTorzok